Ида Мартин То, что делает меня Читает Александра Киселёва В каждом человеке солнце, только дайте ему светить. Сократ Глава первая Первый удар пришёлся в солнечное сплетение. Дыхание перехватило. Я согнулся пополам, и в ту же секунду чья-то здоровенная ножище в грязной потрёпанной кроссовке впечаталось прямиком в нос. Резкая боль отдалась в висках. В глазах потемнело, и я беспомощно завалился на бок. Теперь меня пинало уже несколько ног. На то, что меня не станут бить, я надеялся до последнего. Наивно было рассчитывать уболтать их, но попытаться стоило. Вероятно, привязались они возле салона сотовой связи, но понял я это, когда уже успел прилично углубиться во дворы. Хотелось поскорее рассмотреть новый пятидюймовый мобильник Xiaomi. Папин запоздал и подарок на 17-летие. Достал его из коробки прямо на ходу. Стоило поменять карту памяти ещё в салоне вместе с симкой, но на радостях я слишком торопился. Вытащил Xiaomi, кинул коробку в пакет и, выковырив малюсенькую карточку из своего старого жёлтенького Samsung'а, аккуратно вставил в тонкую щель. Воткнул наушники, открыл плейлист «Красота». Всё снова вернулось на свои места. Мои мелодии, мои мысли, озвученные чужими голосами, мой личный неприкосновенный мир. В качестве лучшего лекарства от стресса пилоты, 21 Pilots, американская группа, советовали делать ароматизированные свечки с запахом далёкого детства. И я подумал, что такие свечки мне бы очень понадобились. Потому что слово «стресс» вот уже который день было моим вторым именем. Я сделал бы свечи с запахом моря, нагретого песка и прохладных простыней отеля. Ароматы маминых духов Гуччи, лимонного освежителя из её машины и альпийских лугов, которыми пахли все наши вещи до тех пор, пока Игорь не сказал, что магазинные ополаскиватели могут вызвать аллергию. Всем тем, что ушло и уже больше никогда не повторится. А ещё этим последним днём лета, городской пылью, бензином, разбитым арбузом на асфальте и пластиком нового мобильника. Днём, когда единственное, что у меня осталось своего, только вот этот мир в наушниках. Я был слишком поглощён мыслями, чтобы глазеть по сторонам. Очень глупо и легкомысленно, особенно когда ты в новом районе и от метро до дома ходил всего один раз. А как поднял голову, понял, что заплутал. Незнакомые дома, дворы, маленькие асфальтовые дорожки, детские площадки, припаркованные у подъездов машины. Всё как везде, но куда идти я не имел никакого представления. А те парни, как шакалы, всё это время шли по пятам. Местная шушера, человек пять или шесть. И когда я сообразил, что происходит, было поздно. Дорога вела мимо старых зелёных гаражей. Глухое место, народу никого, хотя времени всего до начала шестого. Я один, а они чуть ли не в затылок дышат. Идут, гогочат, отпускают мерзкие шуточки. Я сунул телефон в карман шорт, сутулился и стал прикидывать, получится ли убежать, если неожиданно сорваться с места, или лучше попробовать договориться. Но тут как раз противный гнусавый голос окликнул. «Слышь, пацан, одолжи телефончик!» Ладони мигом спотели. Под ложечкой засосало. В голове не появилось ни одной отмазки. Я ускорился и приготовился рвануть. Бегал я всё-таки неплохо. Но в этот момент кто-то сзади резко дёрнул за пакет. Ручки оборвались. От неожиданности я притормозил. И уроды тут же окружили меня. «Мобилу давай!» Прогнусавил развязный прыщавый парень на вид чуть помладше меня. Во всяком случае, ниже и худее. Остальные противные морды злорадно оскалились. С радостью бы плюнул в каждую из них. Но для такого финта крутости мне явно не хватало. Да ещё и в чужом районе. У него была синяя футболка с надписью «Just do it later». И я, вместо того, чтобы ответить что-то достойное, почему-то стал думать о том, как это вышло. Что Шая Лабаф, американский актёр, так быстро вырос. «Накидай ему в рыло!» — крикнул кто-то сзади. И это, наконец, вывело меня из ступора. «Да ладно вам!» — сказал я как можно небрежнее. «Нафига вам телефон?» «От них мозги закипают». У нас в школе одному чуваку в прошлом году из-за трубки голову оторвало. Вот так взял чужой телефон без спроса, а тут бац — и взорвался. Новая корейская фишка. Антивор типа. Нелегально, конечно, но офигенно эффективно. Я за это приложение 500 рублей выложил. Но пока не проверял. «Чё ты гонишь?» — озадаченно протянул прыщавый. Его стая притихла. «Слушали. Я очень рассчитывал на то, что с минуты на минуту по этой дорожке кто-нибудь пройдёт, и шакалы не станут меня трогать на глазах у прохожих. «У тебя новый телефон, ты бы не успел ничего установить», — заявил высокий кудрявый парень. Видимо, самый сообразительный из них. «То приложение у меня на карте памяти, и как только попадает в устройство, сканер головы тут же активируется». «Что за сканер?» — недоверчиво и злобно прищурился прыщавый. «Ну как?» — я добавил в голос нотки уверенности. «Знаешь же про распознавание лица». А тут сразу определяются очертания головы владельца. «Это же корейцы. Они по технологиям скоро Китай догонят». В тот момент я всё ещё надеялся, что обойдётся. Но, наверное, переоценил их терпение и способность воспринимать информацию, потому что прыщавый ударил резко и неожиданно. Так, что я даже закрыться не успел. А уже после того, как я свалился и меня захлестнула волна боли, я вдруг вспомнил, что на первых трансформеров мы ходили вместе с папой, когда он ещё жил с нами. И Шаи в том фильме было примерно столько же, сколько мне сейчас. Только у него был «Оптимус», а у меня только два обычных телефона, которые ни во что не трансформируются, и которые кто-то бесцеремонно вытащил из кармана в ту же минуту, как я о них подумал. Но тут послышались другие голоса, удары прекратились, и я ещё толком не понял, что чувствую, как кто-то потряс за плечо. «Ты как?» Я открыл глаза и сначала увидел перед собой голые загорелые коленки, а потом и молоденькую девушку в короткой коричневой юбке, присевшую возле меня. У неё были рыжие волосы и огромные янтарные глаза с длинными чёрными ресницами. Тогда она показалась мне невероятно красивой. Осторожно приподнявшись на локте, я вытер разбитый нос. Вид крови меня прилично подкосил, поэтому пришлось откинуться на спину, чтобы, не дай бог, девушка заметила, что я совсем раскис. Тело ныло, во рту скопилась противная кровавая слюна, в голове будто пропеллер крутился. Жив темноволосый парень в лёгких песочных брюках и белой лакостовской рубашке пола протянул руку. Я машинально ухватился за неё и в ту же минуту был на ногах. Девушка достала бумажные носовые платки и дала один мне, а другой парню, чтобы тот вытер испачканную в моей крови ладонь. У платка был приятный сладковатый аромат персика, и я решил, что этот запах теперь тоже надолго запомню. «Спасибо», — сказал я, невольно хлюпая носом и чувствуя жуткий стыд из-за своего жалкого положения. «Домой доберёшься?» — парень внимательно вглядывался мне в лицо. У него были низкие густые брови и большие тёмные с тяжёлыми веками глаза, отчего пристальный взгляд тоже казался тяжёлым. «Надеюсь», — неуверенно отозвался я, а потом сразу решил пояснить. «Я в этом районе плохо ориентируюсь. Мне кирпичная семнадцатиэтажка нужна. Полукруглая такая, с арками. Там ещё химчистка и парикмахерская». Парень переглянулся с девушкой. «Мы бы проводили», — сказал он после некоторого молчания, «но и так на сеанс опаздываем». «Иди вон до тех пятиэтажек», — девушка махнула рукой в сторону, откуда я пришёл. «За ними будет длиннющий белый дом, отделанный голубыми панелями. Вдоль него — до школы. Затем через школьный двор. Там, с одной стороны, детский сад увидишь, а с другой — она осеклась. По соседней дорожке, медленно, с любопытством уставившись в нашу сторону, проехали двое ребят на большом чёрном мотоцикле. Тот, что сидел сзади в клубной футболке Манчестера, приветственно поднял два пальца вверх. Девушка помахала в ответ. «После детского сада я найду», — прогнусавил я, зажав кровоточащий нос платком. «Спасибо». Они быстро ушли, а я, подобрав затоптанные наушники, медленно двинулся в сторону пятиэтажек. Телефон было жалко до невозможности. Я ждал его с июля, со своего дня рождения. Папа обещал подарок, как только я переберусь к нему. И это было единственной причиной, хоть как-то скрашивающей тягостную неизбежность переезда. «Переезжать я не хотел, и мы довольно сильно поссорились из-за этого с мамой. Целую неделю не разговаривали. А потом я, понадеявшись, что она передумала, попытался помириться. Но оказалось зря. У меня тоже есть право на личную жизнь», — раздражённо заявила она. «Наконец всё стало налаживаться. А тут ты со своими капризами. Семнадцать лет, немалый срок. Всё это время я занималась только тобой. А теперь у меня появился ребёнок. Получается, я не твой ребёнок? Ну, конечно, мой. Но далеко не ребёнок. У тебя рост сто восемьдесят, и нога сорок третьего размера». Сорок второго. «Никита, не нужно ёрничать. Это не обсуждается. Летом отдохнёшь у бабушки Гали, а с первого сентября, как миленький, отправишься к папе. Счастье, что он согласился тебя взять». «Мам, прошу». Я очень старался договориться по-хорошему. «Хочешь, буду помогать с Алёнкой? Могу на молочку ходить и во всей квартире хоть каждый день убираться. Это всего на год. Как закончишь школу, что-нибудь придумаем». И так это просто получалось всего-то на год. Может, для неё год не срок, а как по мне, так целая вечность. «Триста шестьдесят пять дней заточения в невыносимых условиях. А ведь я ничего плохого не сделал, ни в чём не провинился. Просто у неё, наконец, всё стало налаживаться». Мама познакомилась с Игорем три года назад в Турции. Прошлым летом они поженились, а этой весной родилась Алёнка. В целом Игорь был нормальный, ни плохой, ни хороший, обычный сорокалетний мужик, тренер в фитнес-центре, разведённый и повёрнутый на здоровом образе жизни. Вначале он проявлял ко мне некое дружелюбие. Даже радиоуправляемый вертолёт подарил. Но потом, после их свадьбы, я стал для него чем-то вроде мебели. Моё внимание ему тоже особо не требовалось, зато мамина полностью переключилась на него. «Можно мне хотя бы в школе своей остаться? Это на другом конце Москвы. Полтора часа дороги. Мне несложно. А новеньких нигде не любят. Их третируют, и гнобят». «В таком случае», — откликнулась мама довольно равнодушно, «у папы появится отличная возможность восполнить пробелы твоего мужского воспитания». Сказала она это с такой долей скептицизма, что мне стало немного обидно за папу. Ведь пока они не развелись, он занимался со мной не меньше, чем она. Дело в том, что у мамы был бзик. Сделать из меня какого-то суперчеловека, супергения и супергероя в одном флаконе. С двух лет меня ежедневно водили во всевозможные группы развития. Кружки, секции, логопед, йога, ритмика, шахматы, английский, акварель, веселый счет, гимнастика, футбол, легкая атлетика, прыжки с трамплина, уроки красивого письма, артистическое фехтование. Перечислять можно было до бесконечности. В будние дни мама возила меня на своей машине по всему городу, умудряясь одновременно еще и работать. Я вообще плохо помню ее без телефона в руке. У них с подругой бизнес свой, туристический, очень нервное и ответственное дело. Поэтому вечером, когда мы наконец оказывались дома, а папа приходил с работы, родители начинали долго и неприятно ругаться. После чего папа прятался в моей комнате и читал мне книжки. Он говорил, что я действую на него успокаивающе. А в выходные дни на занятия я ездил с ним, и в кино мы вместе ходили, и на Игромир. Папа, в отличие от мамы, никуда не мчался, не паниковал, не раздражался и, как ни странно, везде успевал. Одним словом, раньше папу я любил и готов был переехать к нему. Даже бабушку бы вытерпел. Но жить в одной комнате с его недоделанным приемным сынком было слишком. Умоляю, мама, я и дня не вынесу с этим придурком. Ваня не придурок, у него оценки лучше твоих. Он просто больной и очень несчастный мальчик. Но у меня здесь друзья и... Друзья? Мама закатила глаза, точно я сморозил невероятную чушь. Вот только не нужно этой высокопарной лирики. Друзья, Никита, это такой атовизм, пережиток прошлого, когда у людей было много свободного времени, и они не могли справиться со своими проблемами в одиночку. А в современном обществе, в условиях жесточайшей конкуренции, дружба — это тебе не детсадовская, один за всех и все за одного, а осознанное, взаимовыгодное сотрудничество, где люди приносят друг другу пользу. А от твоего Боряна и Вовки Петухова никакой пользы, так что тебе вполне хватит соцсетей, которые с переездом никуда не денутся. И тут я понял, что больше уже не смогу сдерживаться. Ах, так? Ну и ладно, ты еще пожалеешь. Я же старался по-хорошему, но она сама не захотела. Если меня из той школы выгонят, если я сбегу из дома или придушу этого придурка, не удивляйся. Все, что там со мной случится, будет на твоей совести. Но мама закрыла уши ладонями и ничегошеньки не слышала, а потом все равно сделала по-своему. Я прошел мимо пятиэтажек и обнаружил, что никакого длинного белого дома не вижу, а за последним корпусом начинается самый настоящий лес. И пока я растерянно стоял, соображая, куда идти, по узкой асфальтовой дорожке, тянущейся вдоль леса, снова проехали те ребята на мотоцикле и, заметив меня, проводили долгим пристальным взглядом. Я почесал обратно очень быстрым шагом, почти побежал. Мало ли что этим взбредет в голову. Но только я дошел до перекрестка, чтобы попробовать другой путь, как из носа хлынула кровь. Платка больше не было. Я зажал нос и кое-как доковылял до ближайшей лавочки. Сел и принялся утираться подолом футболки. Хорошо, что она была бордовой, и кровь на ней выглядела не так ужасно. И тут я снова услышал звук мотора. Оторвал футболку от лица и точно подкатили и остановились. Пришлось сделать вид, что просто сижу и не замечаю их. Голову подними, сказал один низким хриплым, как говорят, прокуренным голосом. Я не шелохнулся. Густые темные капли, одна за другой, появлялись на асфальте прямо между моими красными конверсами. Хочешь, чтобы у него мозг через нос вытек? Тот, что в Манчестере, спрыгнул с мотоцикла, подошел, положил руку мне на плечо и силой надавил. Запрокинь голову, тебе говорят. И на вот, приложи. Он сунул мне ледяную бутылку полулитровой акваминерали. Я осторожно посмотрел сначала на него, потом на того, что был за рулем. Оба улыбались так, будто увидели что-то смешное. Манчестер, светловолосый, невысокий, но крепкий, в узких подвернутых джинсах и полукедах, без носков, похожий был моим ровесником. Глаза у него были очень яркие, светло-синие и сияющие, а морда смазливая. Другой, скуластый, с выбритыми висками и взъерошенной челкой, казался постарше. На нем были спортивные штаны милитари и черная футболка с Джокером Леджера. А на шее, с правой стороны, красовался большой черный дракон, точнее, его ощеренная пасть и изогнутая шея, тогда, как туловище пряталось где-то на плече под футболкой. Оба пацана, в отличие от той шпаны, которая меня кинула, выглядели очень спортивно и реально опасно. Однако, бить, похоже, не собирались. «Не вытечет», — отозвался я. «Если бы он был, я бы сейчас здесь не сидел». Парень с драконом тоже слез с мотоцикла. Подошел, достал пачку сигарет, раскрыл и протянул мне. «Спасибо, не курю». Он пожал плечами, закурил сам и сел рядом со мной на лавку. А Манчестер остался стоять напротив, засунув руки в карманы и тихо посмеиваясь. «Ты чё, как щенок брошенный, по всему району мечешься, заблудился?» «Немного», — признался я. «Наваляли?» — хрипло спросил второй. «Угу, телефон забрали». «Фигово», — сочувственно покачал головой Манчестер. «Хороший?» «Новый совсем, только купил. И еще старое прихватили до кучи, но на него плевать. Как выглядели?» «Пацаны, лет шестнадцать-семнадцать, человек шесть, морды гнусные, но на деревню не похожи. Парни многозначительно приглянулись. «Ну а ты хоть кого-нибудь без зубов оставил?» «Тот, что с драконом медленно выпустил изо рта дым. Вряд ли. Я вспомнил, как беспомощно валялся на земле. А что так? Нихиляк вроде. Он пощупал мои бицепсы, и я почувствовал себя полным дураком. Лицо у него было гладкое, точенное, с детским румянцем на скулах. Хорошее открытое лицо, только рванный шрам на подбородке, а нос немного длинноват и, похоже, сломан. Особенно это было заметно сбоку, когда он улыбался. Поймав мой изучающий взгляд, парень вопросительно поднял брови. «Прикольная тема», я кивнул на дракона. «Меня бы отец за татуху прибил. Я был уверен, что мой интеллигентный и правильный папа в столь экстремальном случае вполне мог пойти на детоубийство. У меня отца нет, а матери без разницы, лишь бы не бухал. Моя мама сразу бы истерику закатила, из-за школы в основном. «В школе, конечно, вонь начнется», кивнул он. «Они еще не видели». «Ладно, отобьюсь как-нибудь». «Вы из этой школы?» я кивнул в неопределенном направлении, потому что понятия не имел, где вообще нахожусь. «Из этой?» спросил Манчестер. «Их там две рядом». «Номер я, естественно, не помнил, но кое-как объяснил, что там перед входом в школу стадион, а с другой стороны аллея, и что я в нее пойду уже завтра». «В какой класс?» заинтересовался Манчестер. «Одиннадцатый А». «Это к нам». Он тут же протянул руку. «Леха». «Тогда второй тоже назвался». «Тифон». «Это фамилия?» «Это я». Он рассмеялся с той же низкой хрипотцой. «Самое сильное существо в мире. Отец всех чудовищ. Монстр такой греческий. Типа дракона. Повелитель ветров». «Ну а по паспорту Андрей». «Откуда ты ярого знаешь?» Он докурил и метко пыльнул окурок в урну. «Когда мы мимо ехали, ты с ними стоял», пояснил Леха. «В первый раз видел. Он тех пацанов круто разогнал, хотя и пальцем никого не тронул». И тут в один момент Тифон переменился. Больше он не улыбался. Спина выпрямилась, плечи расправились. Приветливый прежде взгляд темно-серых, чуть прищуренных глаз стал колючим. От него повеяло опасностью и холодом. Это произошло так неожиданно, что я растерялся. А Лехе на комичное гримаса немого испуга окончательно сбило с толку. «Да это он просто перед Нинкой выпендривался», небрежно бросил Леха. «Яров вечно такой, хлебом не корми, дай попонтоваться. Если бы я с пяти лет всякими там каратэ и боксами занимался, от меня бы не только местная школа бегала, но и вся Москва. От одного моего вида в обморок падали бы. Мол, капец, Леха идет». Я засмеялся, Тифон тоже смягчился. Леха был из тех, кто отлично мелет языком. «Ты прав», сказал Тифон. «Раз чуваки сразу стреманулись Ярова, значит, кто-то из своих». Леха радостно закивал. «Про то и речь. Ладно», Тифон ткнул меня в плечо и резко поднялся. «Идем по району прокатимся, пока светло. Заодно и разберемся, кто тут крут». Пошел, забрался на мотоцикл и завел мотор. Я озадаченно посмотрел на Леху, но тот только руками развел и заговорщицки подмигнул. «Чего застрял?» окликнул Тифон. «Садись, я без причины не кусаюсь. Просто покатаемся, а как увидишь своих, дай знать». «Каких еще своих?» «Не понял я». «Тех, что тебя обули». Creo». «Тихо,